МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Первый вопрос, который меня интересует, адресован вам, Ольга Сергеевна. Как обстоят дела по оперативной обстановке с пожарами на территории республики, в которых допущено травмирование несовершеннолетних детей? По состоянию на 31 октября 2022 года на территории республики зарегистрировано 1282 пожара. К сожалению, при данных пожарах погиб один ребенок и травмировано 12 детей. Это значительный рост по травмированным детям. Если в прошлом году было 5, то в этом году 12. Но в результате проведенных профилактических работ не допущена гибель детей на пожарах. Если в прошлом году было 2, то в этом году 1. Это умышленное преступление, в результате которого погибла девочка 15 лет. А также двое детей получили травмы в виде ожогов второй и третьей степени. Получается, по статистике травмирование детей увеличилось, да? С чем это связано? Какая причина? Основная причина пожаров, в результате которого дети получили травмы, это пожары по вине взрослых. Это курение в жилых помещениях, короткое замыкание ветхой электропроводки, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. А именно они проводятся ремонтные работы. Есть ли на Вашей памяти какие-то примеры? Да, как пример можно привести недавно произошедший пожар 18 октября в городе Кызыле по улице Дружба. В результате неосторожного обращения с огнем при курении мужчина курил, произошел пожар на третьем этаже. При дальнейшем развитии пожара произошло задымление подъезда. И жильцы, которые эвакуировались с пятого этажа, при эвакуации, соответственно, получили отравление угарным газом. В том числе было из них двое детей. Это типичный пример отравления угарным газом. То есть чаще всего травмирование при пожарах получают именно отравление угарным газом. В том числе и дети. Потому что достаточно нескольких вдохов, и организм уже получает именно дозу, которая воздействует на организм. Тут у меня возникает такой вопрос. То есть пожар возник на третьем этаже. Жители четвертых, пятых этажей, они же спускались, ну и получили, получается, какие-то травмы. Что нужно делать в таких случаях пострадавшим, чтобы минимизировать отравление угарным газом? Для того, чтобы не отравиться угарным газом, главное правило – это закрыть вентиляционную трубу, закрыть входную дверь. Если вы вышли в подъезд и видите, что там сильное задымление, ни в коем случае нельзя спускаться вниз. Нужно закрыть очень плотно дверь, закрыть вентиляционное отверстие и уйти в дальнюю комнату, чтобы дым не проник. Даже если он будет проникать в квартиру, чтобы вы не смогли надышаться вот этим угарным газом. Но выходить в подъезд и эвакуироваться при сильном задымлении ни в коем случае нельзя, потому что вы не сможете защитить себя от угарного газа. Когда приезжают пожарные, они начинают эвакуировать людей с помощью специальных аппаратов, которые предотвращают вдыхание дыма, отравление угарным газом. Так точно. И также можно для этих случаев специально есть еще такие приспособления, называются самоспасатели, которые могут в течение 30 минут, их одеваешь, и в течение 30 минут вы можете дышать в задымленном помещении и эвакуироваться. Это можно приобрести в специализированных магазинах. И я бы хотела рекомендовать это сделать, потому что на самом деле у нас много таких случаев уже. Это с отравлением угарным газом. Вот пожар был на третьем этаже, и все-таки второй, первый этажи, они все-таки могут спокойно эвакуироваться, правильно? Да, конечно. А другим все-таки лучше воздержаться и дождаться спасателей. Да, и для этого нужно что сделать? Для этого нужно уйти в дальнюю комнату и обязательно через оконный проем информировать, что мы здесь. Спасите, да? То есть получается, либо они информируют, что мы здесь, и в этом случае пожарные либо через дверь, либо через оконный проем уже вас эвакуируют из помещения. Все-таки основные пожары, они не случайны, да? Были ли случаи возгораний из-за детской шалости? Да, в этом году зарегистрировано 15 пожаров по причине детской шалости. Но данный показатель, если смотреть в трехлетней динамике, то у нас стабильно идет на понижение. 40 случаев в 2020 году и 15 случаев в этом году. Практически в три раза, да? Да, получается. Показатели хорошие. Есть какой-нибудь пример? Хочу добавить, если вкратце, то каждый 20-й пожар, который происходит на территории республики, происходит по причине детской шалости или неосторожного обращения с огнем детей, в результате которых дети получают травмы различной степени тяжести. Можете привести пример какой-нибудь по детской шалости? То есть ребенок вот сидит, нашел спички, да? Зажег и что-то поджег, да? Вот как это происходит? Какой случай на вашей памяти был? Если примеры взять с этого года, то это возгорание сена. В результате детской шалости, два примера, четыре, произошло всего четыре пожара по причине детской шалости, возгорания сена. Два случая произошли в Лухемском районе, в селе Таргалы и в городе Шабонар. Какая работа проводится по профилактике пожаров? Сотрудниками Главного управления проводится полномерная работа по предотвращению пожаров по причине детской шалости. В том числе проводятся уроки безопасности в школах, в детских садах, в учреждениях среднего и высшего образования. Проводится четыре раза в год. В младших классах и детских садах у нас проводятся игры и викторины. Таким образом дети лучше запоминают материал. Ну а соответственно со старшими школьниками мы проводим лекции, беседы. Также проводим анкетирование для проверки их знаний. Проводится мероприятие, вот недавно в этом году мы проводили мероприятие спортивного характера, школа безопасности была у нас. Также показываем видеофильмы, в которых наглядно показаны действия, правила и действия, алгоритм действий при возникновении пожаров. Также я хочу добавить, проводятся рейдовые мероприятия в многодетных семьях. И усиленная профилактическая работа проводится через средства массовой информации. Кроме этого МЧС России разработал сайт детской безопасности, который называется «Спас Экстрим». То есть там есть какие-то рекомендации по профилактике пожаров? Да, родители могут переходить на этот портал вместе с детьми, и там в форме игры, викторин опять же, и есть и памятки. То есть родители вместе с детьми могут смотреть, изучать правила пожарной безопасности в игровой форме, в понятной для детей форме. И не только. Не только правила пожарной безопасности, а в этом сайте есть вся необходимая информация по детской безопасности. Я еще слышала, есть какое-то приложение, да, или вот это и есть сайт и приложение одно и то же, да? Есть приложение МЧС России, которое разработало МЧС России, которое называется «Атлас Рисков». Это приложение можно скачать через Play Market, установить у себя на сотовых телефонах и по данному приложению получать всю необходимую информацию и также правила безопасности. Какие рекомендации Вы можете пожелать нашим родителям, у которых все-таки ребенок от 5 до 10 лет, который все-таки, наверное, больше всех подвержен вот этой детской шалости, узнать, а что это, что будет, если я зажигу спички? Есть ли какие-то рекомендации вот детям именно, ой, родителям, чьи дети вот в этой возрастной категории от 5 до 10 лет? Да, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы в период осенних каникул, особенно сейчас дети остаются одни, убирайте в недоступные места спички, зажигалки, все легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы ребенок не смог их достать. Убирайте все риски возникновения пожаров у Вас дома. Проверьте все электроприборы, розетки на их исправность, потому что очень часто причинами пожаров являются короткое замыкание электропроводки либо электроприборов. Также ни в коем случае не доверяйте присмотр детям за отопительной печью. Почему? В силу своего возраста дети просто не смогут оценить риски и оценить опасность ситуации, если это имеется в виду дети младшего возраста. Были ли какие-то возгорания именно вот с печным отоплением, связанные с несовершеннолетними? Это чаще происходит, когда просто родители оставляют детей одних. Дети остаются одни, уголек упал, даже просто элементарно искорка выпала из-под дувала, уголек упал, а там нет притопочного листа. И получается возгорание. Либо ребенок посмотрел, а что у нас там? Как у нас там? Может, подкинуть нужно? Открывает, соответственно, угольки выпадывают. Что ребенок сделает? Ничего. То есть он не может сообразить, потому что пожар возникает очень быстро, резко. Возникает паника. Ребенок не может быстро сориентироваться. Даже взрослые иногда паникуют при пожаре, а ребенок тем более. Он не может просто сориентироваться. Принять то самое единственное правильное решение в силу своего возраста. Ну, я хочу добавить от себя личным примером учителей своих детей соблюдать правила пожарной безопасности. А именно не курить в жилых помещениях. Ну, для этого должны быть специально отведенные места. Вот в подъездах курить нельзя. Ну, это, наверное, лучше на балконе, да, если ты в благоустроенном? Или лучше вообще спускаться вниз? Если курильщик вот вниз. По новым правилам, вообще курение в жилых помещениях не допускается. Также в балконах. Потому что очень часто пожары возникают в результате курения. И когда они бросают свои непотушенные курки через балкон, и они попадают в соседние балконы, и там происходит возгорание. То есть она, допустим, покурила, бросила курок, случайно попала на нижний балкон. А там находятся, опять же, какие-то легковоспременяющиеся материалы. Ну, мусор, ну, неважно что. И, соответственно, возможно возгорание. Тут у меня возникает вопрос. Кто виноват? Тот, кто бросил окурок, если виноват он, как его найти? И как доказать вот этим, которые не курят, да, ну, их балкон всё-таки возгорелся, то есть у них материальный ущерб, стресс, это потеря денег, ещё и штраф от вас прилетит, да, какой-то. Вот как им доказать, что это не они, тем, кто не курит? Для этого есть орган, который занимается этим, называется Государственный пожарный надзор. Дознаватели работают, которые выясняют причину пожара и применяют штрафные санкции в отношении виновников. А также, конечно же, виновник возмещает ущерб. То есть это возможно, да, узнать, с какого балкона был брошен окурок или, ну, теоретически хотя бы? Конечно, потому что винователи для этого и работают. Проводится следственное... Вот они, допустим, отрицают, нет, 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 я не курю. Такое же тоже может быть. Следственное действие проводится для выяснения причины пожара и виновника. Ну, то есть там уже ваши, да, какие-то подробности. Спасибо большое, Ольга Сергеевна и Луиза Каргысовна за информацию и подробные инструкции. Это была программа «Интервью дня». До скорой встречи в эфире. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»